привет из солнечного города сочи с вами арина и я начинаю новый влог и продолжаю предыдущий сейчас я уже сочи все вы уже поняли и мы с вами направимся в магнит за продуктами потому что нужно пополнять запасы ну и не забывайте что у нас идет розыгрыш о какой-то трактор едет сейчас вы увидите смотрите вам покажу он проехал а вот и как я рада что я хожу по земле они по этому снегу вы просто себе представить не можете а когда еще на улице плюс 10 просто вот душа хочет петь радоваться и и все классно супер и прекрасно понимаете кто-то написал мне в комментариях ой хорошо что вы можете и там жить и тут жить типа у вас там как бы есть там жилье тут жилье но друзья знаете я хочу сказать наверное надо стремиться по-другому и кстати мечтать и плюс еще делать что-то по-другому никак плюс ко всему сразу могу сказать что мне никто не давал денег не бывший мужья ничего мне никто не оставлял не родитель не наследство ничего мне никто не давали и я всегда говорила что пускай у меня не большое жилье но она мое пускай у меня не фельдеберсовая машина но она моя понимаете и никто мне ничего не скажет и не выскажет за то что вот я тебе дал деньги а ты там это ты там ту и я знаете такой человек я по натуре не люблю ни у кого ничего просить буду справляться с трудностями сама и я очень благодарная в тысячи крат тому что если мне даже вот столько мизер сделают я буду больше благодарна людям за то что они ко мне идут с добром потому что я отвечаю на добру еще большим добру вот и поэтому и ты никому не должен понимаете вот девочки вот кто меня поддержит в этом смысле или вы по-другому считаете как-то да я считаю чтобы не быть никому ничем обязанным нужно все добиваться самой до падали до ошибались до проходили кармические уроки дате и теряние денег было все было девчонки и бизнес свой был и и п открывала и магазины у меня свои были у меня очень большая биография но что делать вот так вот вот так вот мы потихоньку с годом в год поднимаемся и главное мы стремимся естественно к лучшему потому что мы хотим жить лучше друзья да и не надо нам никаких подачек мы идем сами вперед и только вперед и я даже могу сказать девочки сейчас очень много женщин сильнее чем мужчин и меня очень хорошая была соседка в поезде мы так с ней душевно поговорили она тоже она с екатеринбурга переехала в адлер я потом вам расскажу эту историю не очень хорошая женщина очень хорошо выглядит очень много в себя вкладывается вот и мы с ней мы с ней обменялись телефонами и тоже будем дружить потому что я такой человек общительный кстати как вам мои часики мне вообще нравится я честно говоря вот как-то под золото она у меня спрашивала дочка что тебя подарить мы друг другу хорошие подарки всегда дорогие дарим то есть я и тоже я и дарил на день рождения планшет около 100 тысяч он стоил дочке и сыну тоже всегда покупаю хорошие подарки но так как где рождение наступит позже поэтому любой подарки если вам дарят раньше девчонки и мужчины вы должны отдать монетку и сказать я покупаю эти часа тем более часы вообще дарить нельзя я вам об этом недавно говорила поэтому вы покупаете как будто бы вы ощущаете что это вам подарок но по энергетическом энергетическом уровне вы купили вы ничего никому не должны понимаете и это раньше все равно как бы чем тем вот самым можно так ну что хватит разговаривать арен давайте уже едьте в магазин мы хотим посмотреть города и цены что произошло начале нового года 2024 сегодня у нас 16 января цены магните мне очень интересно после москвы ну что друзья едем мы в магнит и как раз сейчас посмотрите что у нас в городе здесь происходит да а я вам как раз расскажу историю той женщины с которой я ехала в поезде значит друзья садилась я было что-то неимоверное на казанском вокзале в плане погоды градусов было уже даже не помню сколько наверное может быть 20 может быть даже 17 но не в этом дело дело в том был сильный ветер очень большой шел снег прям метель и хорошо что есть добрые люди на этой земле потому что сестра приехала привезла меня и она уехала потому что мы выехали раньше до посадки поезд на за пять часов наверно мы посмотрели чтобы не попасть в ужасную пробку там еще стоял как раз вот должна была начаться метель и что получается а я же еще после температуры вставляете я на этом вокзале сижу я даже там вокзал толком вам не снимала на стороне как-то настроение какое-то хреновенькое я бы сказала потому что ты чуть-чуть приболел да ну конечно радость глазах то что ты возвращаешься домой попадешь к себе домой вы знаете я когда зашла прям думаю ой боже какая красота я дома наконец-то я не в гостях очень тяжело находиться в гостях вот кто напишет мне да вы после отпуска почему разбитые такие приезжайте вроде на море были а потому что вы устали отпуск это тоже как работа тем более на море да я помню как я 13 лет тоже ездила в сочи отдыхать потом только переехала и получилась такая история что я приезжала с отпуска просто разбитая но довольная тем что я свозил детей на море и что получается прождала я это время ничего страшного где-то попросила женщина за вещами последила я выходила несколько раз жазе на улицу в туалет водила ее ну сама там расходила на она в туалет просила ее посмотреть ну в общем иду я в сайте у меня чемодан большой девчонки вот эта клетка на полметра и и плюс у меня сумка кожаная под еду такая спортивная а под вещи и под еду еще там небольшая сеточка я даже из еды ничего не захотела толком брать потому что в таком состоянии особо ничего не хочется только только хочется пить и что-то перекусить там то печенье каким-то бутербродик еще максимум все а вот и стоит мужчина мы ждали как раз уже должны подать поезд в начале перрон а мужчина тоже рядом стоит чё-то начал мне рассказывать а он тоже на этот вы тоже на поезд ягода на поезд я тоже на этот поезд я еду туда-то туда-то я его половину девчонки не слышу не слушаю метет метель собака моя бедная трясется вещи стоят одной не вести очень неудобно все это тащить конечно можно было бы взять этого мужика который там возит сюда перевозят но я как-то не сторонник вот этого всего доставки этой я люблю все сама ну попросила мужчину говорю у вас какой вагон он говорит 9 у меня 3 а он как раз приходил нормально вот сначала прям с первого вагона был у вокзала как с головы доху есть хвоста поезда есть головы поезда он подходил по к вокзалу я говорю я рядышком но немножко поможете мне он такой да конечно я с удовольствием вам помогу думаю боже мой неужели есть еще такие хорошие мужчины и люди и женщины давай я тебя пропущу подождите теперь я еду вот и в итоге значит когда мы уже садились поезд я смотрю за мной женщина стоит я смотрю на нее девочки но я вижу я говорю думаю про себя но проводница реально вот не знаю прям на проводницу похожие все не идет информация вот этой вот ее формы вы не представляете она оказалась в моем купе у меня первая у нее 3 а вот и в итоге разговорились с ней и 60 60 сколько 6 лет нет 60 чем-то лет в общем где-то выглядит она отлично она стоять и друзья 26 лет отпахала проводницей в ж.д. или я была в шоке я конечно я об этом ничего не сказала наташа ее зовут я говорю ой прекрасно ну и вот что-то разговаривали с ней на г-то я родилась в екатеринбурге всю жизнь там прожила отпахала я на этом ж.д. она сказала я кстати заметила у туда я ехала были одни парни и обратно я ехала тоже были мужчины думаю почему мужики идут проводники знаете почему девчонки 100 150 тысяч они сейчас получают она сказала 150 тысяч это летом 100 тыс где-то зимой так ну и а место есть а мы станет так ну ладно у меня там еще одно есть энзешное место объедем вот это станем с той стороны что-то народу много странно наверное то что два дня снег мел и все что-то все подъели наверное решили поехать закупаться да в общем а короче говоря она говорит ну да говорит но это тяжело я говорю как вы вообще у нее муж был умер как вы вообще говорю вы выходите замуж выражаете детей вы же постоянно на колесах а мне всю жизнь было так интервью взять интересно вот у таких людей но конечно же она отказалась поэтому мы так поговорили мы потом вам расскажу она говорит вот так и замуж выходили горит и дети детей рожали все нормально и прекрасно потом она решила уйти буквально год назад тут она на пенсию оформилась мне кстати при этом всем было тоже очень интересно про пенсию узнать сколько же пенсия у таких людей так и где мы встанем а вот тут и встанем я думаю да тут и встанем вот так вот если там машина стоят значит ворота точно открываться не будут тут всегда две машины это мое энзешное место кстати а парковочная вот магниты имейте ввиду тут две машины тоже спокойно может стать просто хочется поближе хотя там было место с левой стороны ну ладно неважно сходим магазин потом буду ехать вам дальше историю до расскажу магазин кстати вот целешка есть наверно мы ее и возьмем сейчас я как я давно здесь не была такая ветер конечно есть но он делал в общем посмотрите сколько машин а я вам снимаю еще впереди крещение праздник так елочку еще не разобрали за старый новый год уже прошел посмотрим немножко по ценам пробежимся да что буду брать то и покажу так полотенце на скидки кинули шампанское я беру всегда черный с бергамотом черный байховый с бергамот моим берем хотя я сейчас люблю заваривать я кстати достала чайничек люблю заваривать всякую траву на травку муравку но пакетики тоже пускай будут гости приходят любят с пакетиков вот эти серенькие кстати очень смотрите какие плотные полотенце махровая 1100 так а размер что ты не пойму какой серая так вот размерчик давайте посмотрим но 1000 рублей не дешево я хочу сказать да узбекистан но нет узбекистан на 1000 рублей не тянет однозначно завышенная цена постельное белье 2400 шампанское понятно все печенюшечки а я так не хочу это я что-то в поезде переела этих печеньев 200 рублей но напиток газированной дожди шампанское а браулик light 0 а брауна и белая 239 по скидке идет видите смотрите как тут интересно что у нас тут опять они переделали все смотрите какой шокардосный аппарат стоит и рядом дровишки тут стульчики все прекрасно и сколько этот аппарат стоит барбекю гриль угольный термометром рояль в общем я в шоке вот это надо было делать но это маркетинговый ход здесь 9 9 9 9 короче 10000 я не люблю вот эти 9 9 9 что тут за зеленушечка искусственная всякие разные мне нужны знаете вот рис кстати соль что-то такое я вчера сунулась у меня все закончилось и очень даже хорошо люблю лучше свете свеженькая купить кружечки интересное смотрите как красиво да 300 рублей а яйца друзья яйца очень интересно я брала десяток за сколько за 110 что ли а ну да вот лето мои сейчас посмотрим мясо куриные ножки вот все такое рыбка скумбрия почем 239 такая малюсенькая жесть а вот есть вот такая вот фрегат скумбрия они разные такие маленькие рыбки стали уже паковаться раньше скумбрию возьмешь вся семья наестся а сейчас на один зуб одному человеку 239 рублей да я беру вот такой вот еще на завтрак с копченым лососью икру смотрите есть вот такая вот такой я не брала с креветками в соусе 100 рублей пробовать взять что ли вкусняшечки много сейчас что-нибудь возьмем я набрала мясной продукции потом вам покажу хочу посмотреть и значит смотрите 250 рублей вот такие баночки мне такие не нравится я беру в основном вот что-то из этого сейчас я наверное возьму видите по акции полторы тысячи красный экран что-то тут правда что-то заклеено но они одинаковые но возьмем попробуем посмотрим как будет идти красную рыбу я не стала брать мне на что-то там не понравилось так сахарочек нам пока не нужен готовая продукция тоже не нужна я сама сейчас готовлю так фрукты нам надо взять смотрим бананы 125 апельсины 139 так смотрите редисточка 174 сельдерей 109 зелень тут есть убитенькая такая на перчик 200 рублей капуста салат айсбург густая я бы сказала потому что нам надо помидорки взять еще человек как всегда я вам покажу в конце айсбург густая но там 5 штук вообще ни о чем мало все вон такие будут мы сейчас розовый возьмем по двести шестьдесят рублей я думаю что я всегда беру вот эту картошку кстати очень удобно быстро она раз не поджарилась выберем что она какая-то не очень взять надо потому что захотелось капусточки взять девчонки какую капусту возьмем по-деревенски либо уже с клюквой с клюквой кстати проверенная на вкус с клюквой возьмем так мне еще нужно круто сейчас посмотрим что здесь еще сосисек очень много я что-то как-то их не очень но вот эти сучинские они очень вкусные кстати можно просто вот отваривать девчонки кто на пупе просто огурчик либо помидорчик и все сейчас я подумала в общем сделаем сочинских сыром если я беру сосиски я обожаю сыром полкило и сочинская вареная колбаска идем дальше так молоко у нас еще есть мы сейчас посмотрим сыр с вами что еще смотрите топленое масло 260 рублей кстати светофори тоже есть очень надолго хватает я пользуюсь иногда так вкусно теме вам масло 329 что еще с кореновки 164 по акции сейчас девочки у меня еще подсел немножко голос поэтому имейте ввиду так а сейчас выберем что нибудь взяла маздом и российский и вот это маслицу крестьянская сейчас я хочу взять а сыр плавленый я кстати очень люблю охланд сейчас мы с вами выберем что-нибудь есть виола за 200 большая есть президент 300 рублей на чем побудем президентами я кстати президент очень люблю сыр покупать мне нравится ну в этот раз наверное я виолу сейчас девочки возьму вот как всегда знаете самый самый-самый как говорится верхний горшок это наш до на дотянулся 200 рублей 209 вот видите за корзину наполняется вспомнил соль и разные нам нужны крупы но проедем еще чуть-чуть проедем что нам еще на хлебушек чик нужно взять с колецкой конечно с полной неудобно ездить друзья что делать придется одной рукой водить автомобиль да как всегда вам снимаю если в руке камеру то тоже одной рукой ввожу впереди сербантины аккуратнее женщина да ты едешь да так все то какой-то черный хлеб интересное то хоть что не хочу да что мы хотим девочки мы с вами не знаем что хотим хлеб пряный нарезной тмин вообще не люблю он с детства а кто его любит скажите и и что мы выберем какой мы выберем черный хлебушек черный иногда очень хочется кстати особенно зимой летом вообще хлеб не хочется бородинский а кстати классический пойдет без всяких примесей и батончик надо взять еще немножко что друзья почем хлеб да и смотрим почему у нас баку и 34 56 33 33 хлеб разные на вкус и цвет и кошелек да кошелек кошелек какой кошелек помните кино было как всегда беру нарезной вот этот вот для одного человека корзина растет но никуда не деваться потому что у меня все закончилось друзья все закончилось дом только конфеты кстати остались подарки новогодние сладкие остались и всего тела вам показать я иногда делаю салат если овощной я покупаю вот такие сахарики вот мой лайфхак от меня до кто любит с хреном кстати которые очень перцовыми такие и добавляют салат либо в суп какой-нибудь мне нравится для остроты тоже получается хорошо так ну и что кофе мне подарили вино мне подарили а коньяк я сама отвозила в гости ездила лишь хотела друзья знаете я тогда с вами купила клубничку замороженным но это просто сказка бомбические компотики клубничка и яблочко и кстати ну-ка почему здесь креветки мало осталось на 450 рублей какие-то страшные а вот эти по 700 сейчас вам покажу вот эти по 700 рублей ну тоже какие-то страшные нет подождем кому наверно завоз другой есть конечно и по 850 упаковки но это что-то с чем-то да нам нужна клубника едем и едем ой какая красивая девочки просто шикар тут даже можно просто разморозить и покушать сахаром и тут еще кла кстати клубника 279 а клюквы 529 вишня 389 вот смотрите 3 он чтобы не болеть плюс еще можете яблочко грушу туда добавить и просто шикардос компот зимы так ну что друзья берем клубничку смотрите тут поменяли весы и теперь вы кладете и сразу наименование товара ищет смотреть еще раз вам показываю положила клубнику три двойки вот она видите поменяли поэтому мы приедете уже на заморачиваться самим тут искать эти номера все написано подписан прекрасненько сейчас я наверно еще клюковки лазим а то что тоже я приболела малюк да нужно компотик наварить кто любит компотик друзья ставьте лайк пишите комментарии да сейчас возьмем к клюквы ну лишь не не знаю ну клюковку надо взять полкило точно 223 номер 529 рублей смотрите друзья клюкла номер я вам показывала 223 нажимаем сразу 632 килограмма я хотела полкило но как всегда у нас разбег большой на 334 рубля я вам скажу потом общий чек естественно как всегда да все закрываем наш магазин эту я не стала брать кстати там что еще черная смородина по 450 вон она девчонки пока хватит этого и мы едем с вами да мы едем а мы едем за крупными и соль мне нужно адыгейскую еще купить может быть даже еще простую сейчас посмотрю да ты лежку уже тяжело стало вести так нам в этот отдел так вот здесь все пользуется вот этой соли адыгейской она стоит 5 рублей из одной копейки это мы точно берем и простую соль мне надо сейчас я буду туда лезть наверх так ну что друзья я взяла рис и гречку еще мне нужна лапша но суп мелкая такая вермишель ну да вот такая вот она больше по моему я не вижу не нахожу есть правда вот такой вот еще сейчас 74 рубля вот это пожелтее вроде получше возьмем вот эту масло у нас есть 139 смотрите слобода 149 злато сколько вам скажу 114 идеал 149 удачная цена 90 рублей все но я так понимаю сейчас я посмотрю свой список мы уже идем с вами на кассу представляете друзья у магнита помните что-то 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 я там смотрю такое какое-то продается в холодильнике или что-то не пойму дети из школы вернулись смотрите и перелезаем через забор знаете что творят а нужно идти вот туда на выход ну что пройдемся по чеку до девчонки смотрите друзья тут целую очередь собралась перелазию через вот этот забор ну что вот вам чек девчонки мужчинки невыгодно получилось уезжать отдыхать потому что цена почти 7000 рублей там я всегда пропускаю если у меня большая телега наложенная полностью я пропускаю всегда людей и естественно стою и жду своей очереди на кассе сейчас я переключусь и скажу вам что почем у меня получилось так ну что друзья пакет майка по 9 рублей 4 штуки взяла россия рулит да очень отличненько на пакетах выезжаем виола сыр 209 бананы 114 мандарины 134 я брала конечно чуть больше килограмма клубнику замороженную я взяла сосиски с сыром рис видели вы да соль адыгейская макароны вермишель клюква колбаса сочинская дальше гречку я взяла сухарики бульонные кубики там возле кассы уже взяла куриные яблоки апельсины бородинский хлеб крестьянские узоры сыр дальше батон томаты горбуша это у нас икра полторы тысячи рублей картофель шарики яйца столовые сыр маздам это кстати мой самый любимый сыр и даже если будут самодельные делать мне и так нравится как вот вот этот маздам сыр российский тоже неплохой значит уксус я взяла я стираю с уксусом темные вещи поэтому мне нужен он иногда в мясо когда жарю добавляю дальше чай по акции 309 вот этот вот а он был 450 мясо птицы фарш домашний свиная корейка свиная натурально охлажденная карбонат без кости ну вот друзья 7000 рублей на одного человека там пожилая женщина стояла и говорит о это вы на месяц берете я вну как получится но это конечно если взять вот эти все свины непринадлежности тогда мясные то не знаю ну на месяц наверное вообще просто все под закончилось и как раз вот эти крупы это все на месяц это я сахар тут не брала так что друзья ну а вообще мы ходим с вами с вами в магазин один раз в неделю и еще конечно же мы поедем и в агрокомплекс за сердечками и в светофор потом заглянем у нас с вами работа по ценам в магазинах в ладольском начинается уже 2024 год будем смотреть как меняется цена с момента прихода 24 года поэтому присоединяйтесь подписывайтесь ставьте лайк пишите свои комментарии плюс ко всему еще у меня каждый месяц естественно розыгрыш я напоминаю в январе будет розыгрыш я родилась в январе подсказываю водолейчик и кто правильное число напишет дата моего рождения тот получит приз в конце января розыгрыш как всегда говорю у меня на моем канале с открытия сентября каждый месяц проходит розыгрыш и всех люблю целую друзья я еду дальше и продолжаю вам рассказывать эту историю про женщину и я еду в направлении домой в горы друзья напишите как вам такой ценничек то на одного человечка да причем при всем при том что у меня все 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 подзакончилось я специально делала так чтобы все подъесть перед отъездом я месяц где-то это все подъедала а приехала у меня даже макарон нет вот так вот друзья и холодильник был пустой вообще пустой ну что друзья едем я вам рассказываю да рассказываю эту историю про ту женщину с поезда проводница в общем когда мы с ней разговорились она я напоминаю 26 лет работала на суде проводницы и при мне ей пришло повышение в пенсии вот январь как раз я ехала 12 числа 13 куда ты не в то направление едешь здесь односторонка странные люди конечно но это вообще очень странно так не ездит никто подсказала видите но что-то не обратил никто внимание дождик начинается едем домой в общем что получилось она говорит конечно работа очень тяжелая на колесах все дела пенсия у нее было до повышения 30 тысяч 800 мне очень было интересно потому что подруга моя тоже получает пенсию здесь в лазаревском и мне было интересно сколько же получает она и при мне пришло повышение на две тысячи рублей но как раз она порадовалась пришло повышение я грудь что там на рубль 2 где-то она гать но на 2 рубля типа на 2000 я гно все равно отлично 30 33 тысячи у нее пенсия но и знаете друзья еще как-то можно жить подружка моя получает 10 тысяч всего пенсии она недавно ушла на пенсию еще по старому закону ей посчитали ей сейчас 59 лет будет вот скоро уже в январе так и что получается она говорит екатеринбурге у нее есть квартира двушка там живет дочка тоже в своей квартире с внуками с двумя и она ее там не сдает и где-то лет наверное 5-6 назад как раз вот еще до подорожания недвижимости она покупает в адлере квартиру однушку на тот момент тоже она была при черновой небольшая хороший какой-то микрорайон говорит четырехэтажные здания вот двухподъездные то есть такие интересные дома получаются она ее купила недорого лям вложила она в ремонт и в мебель где-то так еще она сказал да или он по-моему но я не помню по-моему наверное все вместе может быть там у нее тысяч миллионов 5 и получилось и она как ушла на пенсию с этого ж.д. она переехала вот как вот они встают наполовину туда непонятно вообще почему ей так делают да друзья и она там сейчас живет ездить домой в Екатеринбург в гости к дочери к внукам один раз в год им положено АДЖД ездить бесплатно в купе им дают оплачивать дорогу туда и обратно а так она все время летает она говорит я раз где-то в два месяца в три как смотрю билеты дешевые она победой всегда летает аэроплот очень говорит выгодно там даже билеты в Екатеринбург можно за полторы две тысячи найти на поезде бывают такие моменты ну горячие такие билеты да вот и она ездит туда сказала часто а вот на поезде у нее получилась с пересадкой в Москве два поезда в итоге у нее вышло ну она говорит что бесплатно можно немножко говорит и один раз в год и так съездить всегда плачу говорит деньги естественно вот вот так вот друзья так что вот у проводницы вот такая пенсия хотя она сказала у моей подружки тоже проводница другая пенсия она меньше почему-то двадцать восемь тысяч у нее не знаю как они там считают вот но вот так вот так получается так прорвались отлично очень приятная женщина очень так хорошо поговорили с ней Наталья смотрите какой друзья ветер я еду прям ветер вообще гоняет передали что дожди что это ты задом сдаешь красавчика интересно что здесь происходит да а вот и получается вот такая история немножечко вам музыки и уже я еду домой друзья ты как будто нарисованная и как будто зачарован я тобой ты сухою избалованная но в итоге все равно будешь ты со мной ты красивее самых красивых картин недоступнее самых высоких вершин и богаче самых нарядных витрин ты одна ты гордая но одинокая вот почему ты такая жестокая ты одна ты гордая но одинокая вот почему почему ты такая такая жестокая ты никем не завоеванная и не бедом для тебя по кому покой покой но никем не окольцованная только я буду для тебя все равно родной ты красивее из самых красивых картин недоступнее самых высоких вершин и богаче самых нарядных витрин ты одна ты гордая но одинокая вот почему ты такая жестокая ты одна ты гордая но одинокая вот почему почему ты такая такая жестокая